Пишет мне один мой хороший знакомый. А есть ли у тебя на канале что-нибудь для старичков на поясницу? У меня классный коврик завелся. Можно растягиваться. Ну, что я могу сказать? Я мог бы, конечно, формально как-то ответить, послать таким изящным образом, что у меня YouTube-канал не обучающий, не образовательный. Это скорее витрина. Витрина того, что может быть у человека, который всерьез и надолго озадачится своим здоровьем и захочет не только здоровьем, но вообще всем, что может давать йога, и решит заняться йогой. Ну, поскольку мне не хочется отвечать формально, но хочется действительно помочь, то давайте разберемся, что же тут. Также по-хорошему, чтобы действительно помочь человеку, можно было бы ответить. Ну, во-первых, вопрос задал Виталия. И Виталий человек творческий, интересный, может быть даже гениальный. И как гениальный человек он собрал минимум пять ошибок или заблуждений или опасностей человека, который хочет начать заниматься йогой. А, и первая ловушка, в которую попадаются люди, которые хотят начать заниматься йогой, нужно было бы назвать так, что поиск волшебной таблетки. Есть ощущение, будто бы есть какое-то уникальное, вот только для этого конкретного начинающего упражнения. Желательно одно, какое-нибудь на секунд десять, а лучше семь. И вот оно, это уникально. Вот прямо уникально, вот прямо настолько четко и точно для этого человека, что его даже делать не надо. То есть вот просто, чтобы оно было бы. Было бы на канале у меня, например, на Ютьюбе. И все, оно сразу решает все вопросы. Ну, конечно же, конечно же, начинающий отличается от продолжающего только тем, что он еще не начал. Вот так же, как и продолжающему, нужно делать не одно упражнение и не семь секунд, а многое, как можно больше и еще больше расширять свой тренировочный арсенал. Вот, поэтому, Виталя, все упражнения, которые у меня есть, вот они все, вот они все ровно special for you. Ну, прямо вот я как знал, что ты меня спросишь об этом, готовил с тринадцатого года все видео на канале, вот прямо. Я подготовился к этому твоему вопросу. Дальше, что? По поводу старичков. Ну, я скажу, что твой возраст является скорее нижней планкой возраста в моей мастер-группе. То есть до старичков тебе еще... Ого-го! Работать и работать. Вот, со среднего возраста у меня, наверное, 40-45. Вот, и что самое главное, отличая от участников мастер-группы, это то, что они за время работы со мной научаются все, что я даю, адаптировать под себя. Научаются практиковать весь огромный спектр того, что, а я прямо очень много всего нового, разнообразного. У нас каждое занятие новая программа вообще не повторилась в этом году практически ни одна. Представляете, это у нас только цикл эмоций, это 150 программ. Вот, поэтому основное, чем я учу, это адаптировать под себя все, что я... Вот все, что мы проходим, это все надо. Все надо. Вот, ну, иногда бывает тяжеловато, иногда бывает слишком легко. Надо, главное, научиться это все от себя адаптировать. Как сделать, если не получается? Как сделать и что сделать еще, если маловато? Вот такая вторая ошибка, да? Что кажется, что возраст, кажется, что надо найти четкое упражнение. А по поводу поясницы и растягиваться. Ну, в общем-то, и проблема с поясницей у всех от того, что она растягивается. Вы сидите, сидите, и эта нагрузка статичная вот такая вот, скрюченная, растягивает и растягивает, и растягивает, и то, что не нужно. И все проблемы с поясницей, это надо укреплять и не поясницу, а центр. Центр, скорее всего, у вас провисает. То есть, если нету кубиков на животе, скорее всего, проблема с поясницей. А если есть кубики на животе, то еще больше проблемы с поясницей, скорее всего, потому что тогда про поясницу забыли, да, вот кто только кубики на животе хочет. Вот, то есть это мы подошли к... Вот сейчас я про третью сказал, и четвертая ошибка начинающих. Думать, что нужно какую-то вот точку найти на своем теле и ее оздоровить. Нет, так это не работает. Работает только комплексно. Начинаешь тянуть с одной стороны, а с другой. И поэтому надо только комплексно. Если вы не хотите ухудшить своими занятиями ситуацию, надо подходить комплексно и делать на первое, второе, третье, четвертое, пятой на все. На все. И побольше, и почаще. Вот. Не скажу пожестче, не скажу посильнее, но вот почаще, побольше это было бы классно. Вот. Ну и, конечно же, самая главная ошибка, которую делают те, кто хотят начать, они не начинают. То есть единственное, что нужно сделать, единственное, не надо искать лучшие упражнения, не надо искать, ну, я немножко сам себе буду противоречить и скажу, что не надо искать самого лучшего мастера. Но если совсем ноль заботы о себе, совсем ноль внимания о себе, ноль гимнастики, там, ноль каких-то оздоровительных, двигательных мероприятий, то даже чуть-чуть, даже чуть-чуть, все думают, 10 минут – это так мало, даже 10 минут будет много, даже 10 минут будет весомо, даже 10 минут будет… Это будет лучше, чем ноль. Вот. Потому что ноль не бывает. Если ноль, то это значит минус. Потому что никто не молодеет, никто не улучшается автоматически просто само собой. И для того, чтобы хотя бы стоять на месте, нужно очень сильно бежать. Поэтому главное начать. И да, на моем канале полно всего, огромное количество, наверное, 99% в закрытом доступе, но в открытом доступе тоже достаточно всего. Вот. И кто из моей мастер-группы просит еще что-то дополнительных каких-то занятий, вот, недавно еще одна ученица написала, хочет больше по курсам моим заниматься, ну, прекрасно, курсов тоже достаточно. Вот. Но я считаю, что самое ценное – это прямые эфиры, вот. Прямые эфиры, которые нацелены специально на конкретных людей, на конкретных людей из моей мастер-группы, которых я знаю, давно знаю, люблю, понимаю, готов. Для них персонально все это делается для конкретного каждого участника мастер-группа. Вот, слава богу, там не десятки тысячи, не тысячи. Я рад, что у меня растет YouTube-канал. Здесь у нас уже почти 6 тысяч участников. Вот. Нужно сказать, что это здорово, потому что это практически все участники присоединились в этом году. Я только в этом году активно начал что-то вот такое демонстрационно-просветительское делать на YouTube-канале, и он растет хорошо. Вот, здорово. Пишите, если вы хотите действительно нормально и серьезно заниматься. Это всем доступно, не надо прямо преувеличивать. Для преподавателя с 25-летним опытом, с 15-летним опытом преподавания занятия доступны всем. Нестоимость аренды жилья, которую вы платите, это не столько, сколько вы тратите на еду. Это абсолютно... Абсолютно... Ну, не хочется мне говорить, что очень-очень там для... В общем, даже люди, у которых ситуация финансовая не очень, главное понимать, что она не улучшится, если вы будете в плохом состоянии. Вот, никакая финансовая ситуация, если она у вас сейчас не очень... Она не улучшится. Не, я не заводил с проблемами с деньгами кого-то, но просто я так уже как-то привык с участниками мастер-группы, что все понимают ценность, что обсуждать стоимость. Мне даже как-то странно, потому что, ну, окей, уберите из своего списка трат, траты, которые у вас там на жилье на еду. Вот, и занимайтесь йогой. Важнее. Так, так сказать. Все, до скорых встреч. Еще много чего я хотел здесь сказать, но уже не хочется больше 10 минут, чтобы было видео. До скорых встреч. Увидимся в другом. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok